Добрый вечер! Мы очень рады, что к нам в гости приехала Татьяна Никитична Толстая Татьяна Никитична Толстая Татьяна Никитична дебютировала как писатель и как электроник-притик в 1983 году Ее первый рассказ «На золотом лице сидели» был признан одним из лучших дебютов 80-х годов И до конца 80-х годов она публиковала рассказ за рассказом И все они пользовались большим успехом Почти все они были переведены на английский и на многие другие языки Татьяна Никитична, надо сказать, хорошо знает Америку В 90-х годах она преподавала в колледже скитбол и в Принстоне И читала лекции во многих других университетах В 2000 году она опубликовала свой первый роман «Кирс» И он стал одним из ее самых популярных произведений В 2001 году она получила премию «Приум» За выдающийся вклад в русскую культуру Потом, через год после этого, в 2002 году Она стала соведущей телепрограммой «Школа за словами» И среди ее гостей был и наш Олег Анатольевич Проскурен В 2007 года найдете на YouTube Потом, в 2007-2008 годах Татьяна Никитична была членом жюри популярного шоу «Талантов» «Минута славы» Она вошла в список 100 самых влиятельных женщин России Где Александр Генинс говорит, что проза «Толстой» Служит лучшим введением в новую русскую словесность О чем я не устаю, твердит американцы Которые, впрочем, это и так знают Ибо с усложнением считают рассказы в обмен переводам А на этой неделе мы здесь, в русской школе Сможем с ней познакомиться не в переводе, а по-русски Поэтому сейчас передают слово нашему сегодняшнему ведущему Олегу Анатольевичу Проскурену Меня зовут Олег Проскурен, я преподаю здесь, в аспирантуре, русскую литературу Я очень горд тем, что мне выпала честь сегодня быть ведущим программы Ведущим выступлений Татьяны Никитичной Толстой И по мере сил участвовать, ну вообще участвовать в этом нашем разговоре Потому что Татьяна Никитична сразу сказала Я говорю, я очень не люблю читать лекции Я люблю разговор Я люблю, чтобы разговор закручивался и так, да, во мне пробуждается художница И я уже без всякого напряжения в этом деле участвую И так, Татьяна Никитична Толстая, наш гость Портрет на редкость реалистичный Вот еще другой аспирант Татьяны Никитичной Книги, о которых сказал, выкиньте О которых уже сказал наш уважаемый директор Вот первые книги, о книге Татьяны Толстой На золотом крыльце сидели По названию одного из рассказов туда вошедших Это обложка 87-й год Я прекрасно помню ту реакцию, тот эффект Который произвела эта маленькая книжка бумажной обложки Действительно было острое, очень редкое ощущение Вот такое рождение большого писателя Дальше Татьяна Никитична продолжала активно работать И вот за годы работы у ней вышло много книг Это далеко не все книги Это я просто такой блок с какого-то пиратского сайта скачал Который предлагают, да, эти книги желающим Сборники рассказов Сборники того, что называется новым русским словом Non-fiction Знаменитый роман Кысь И книга под названием Никысь Которая уже названием своим вызывает, конечно Живой интерес Татьяна Никитична вернулась К такой активной литературной деятельности Совсем недавно И в десятые годы Вышло несколько Вот буквально одна за другой Вышли несколько книг Вот Новые книги Татьяны Толстой Легкие миры И Невидимое дело Книги 2014 года Многие из наших аспирантов Ну не многие, некоторые дожившие до этого года Помнят Что в прошлом году Мы были, несомненно, первым в мире семинаром Который изучал произведение Вошедшую в книгу Легкие миры Она вышла в июне А уже в июне А уже в июле Мы разбирали ее в Миддлбе И У тех, кто дожил до этого года Будет возможность Мне много задавали вопросов Мы друг другу задавали много вопросов Сейчас будет возможность задать эти вопросы Непосредственно автору И Насколько я понимаю Самая новая книга Татьяны Толстой Вышедшая Ну Дни 10 назад Да Дни 10 назад То есть вышедшая летом 2015 года Есть надежда Что она прибудет к нам Вместе с нашим книжным магазином из Бостона В конце июля И Как справедливо Сказал наш директор Многие книги Татьяны Толстой Переведены на разные Иностранные языки В том числе на английский Здесь две Из таких книг С украшенными Теплыми словами Джозефа Ой, простите Иосифа Бродского Выдающегося Русского поэта И Нобиджевского лауреата И если я не ошибаюсь Дэвида Ремника Главного редактора Журнала Нью-Йоркер И вот Ее еще две книги В переводе На английский язык В престижной серии В которой звучит Такое сакраментальное слово Классика Вот Это как бы Визуализация тех слов Которые произнес уже Это наш Дорогой директор А Я хотел бы Наш разговор О Татьяне Толстой Разговор с Татьяной Толстой Начать с Обова Что называется От самого начала Семья Как известно Многие Американцы И некоторые Русские Уверены Что Татьяна Толстая Находится В близких отношениях Со Львом Толстой Только не очень понятно в каких Кто она ему Внучка Дочь Жена Времянница И так далее Но Тесная связь с этим Человеком Ни у кого не вызывает сомнений На самом деле Это не совсем так Потому что Ее предком Ее дедушек Является Да Писатель Толстой Но немножко другой Толстой Алексей Николаевич Толстой Выдающийся русский писатель 20 века Ну Такой Последний Один из последних Русских Классиков Человек Необычайно Яркого таланта Необычайно Яркого Такого Мощного Жизнелюбия Это на портрете Работы Художника Кончаловского Очень хорошо Очень хорошо Отражено Алексей Николаевич Толстой Был канонизирован В советское время Вот Почтовая марта Выпущенная В 50-е годы Почтой СССР Здесь прямо написано Выдающийся Советский писатель Наверху Серпомолот Внизу Лавровые ветви И так далее И так далее Далеко не каждый Конечно Мало кому Достается честь Украсить Своим лицом Почтовую марту Произведение Алексея Толстого Были очень популярны Еще до Октябрьской революции В 20-е годы В 30-е И потом Плоть до наших дней Они переиздаются Каждый год Здесь я Воспроизвел Несколько Оригинальных И новейших Обложек Его произведений Ну В центр я поместил Замечательную Иллюстрацию Художника Устодиева К повести Похождение Невзорова Ибекус Хождение По мукам Популярный Многократно Переделанный Роман Который Икранизирован В советское время Петр Первый Мои студенты Многие студенты Хорошо знакомы С этой серией Азбука Классика Это самые Свежие книги Вот там Романы Алексея Толстого Петр Первый И гиперболой Инженеры Галина И Аэлита Это научная Фантастика И даже Поклонники Советского Союза Нашли у Алексея Толстого Нечто Им близкое Это В общем Конъюнктурный Роман Хлеб Написанный Ну С такой Довольно Очевидной Целью Возвеличить Сталина И И Подчеркнуть Его роль В освобождении Царицына Во время Гражданской войны Вот здесь В одном из издателей Серии Любимая проза Сделана В СССР Этот роман Переистан Но Это не все Конечно Самое любимое Известное Всем русским читателям Без исключения Разных Возрастов Книга Алексея Толстого Это книга Про русского Пиноккио Только он Гораздо смешнее И интереснее Чем оригинал Золотой ключик Или приключение Буратино Даже знаменитый Чебурашкин Не может конкурировать С Буратино По любви к нему Русских читателей И наконец Толстому Принадлежит Одно из Самых Поэтических Произведений Ну О человеке вообще И о детстве В частности Называется это Гнига Детство Никиты Так вот этот Никита Это литературный персонаж Мальчик Но в то же время Это реальный человек Это сын автора Сын Алексея Толстого Вот его жена Наталья Васильевна Как это не так? Не так Потому что это Детство самого Алексея Толстого описано Ага А имя Да Только имя Все остальное Это настоящее Детство Алексея Толстого Приукрашенное И конечно Ага Детство самого Алексея Толстого Толстого Которому Подарено Имя Реального Человека Реального Мальчика по имени Никиты Его сына Вот Его мать Это жена Алексея Николаевича Толстого Наталья Васильевна Кратиевская В молодости Очень красивая женщина И вот сам Никита Алексеевич Толстой Этот Никита Алексеевич Толстой Отец Татьяны Никитичны А По второй линии Вторая линия Семьи Татьяны Никитичны Толстой Тоже очень литературная Михаил Леонидович Лозинский Его Имя Не так может быть Всенародно Известно Как имя Алексея Толстого Но все Образованные Люди В России Его знают прекрасно Это Выдающийся Русский переводчик Поэт переводчик Причем В молодые свои годы Он был связан С авангардными течениями С модернистскими течениями Русской поэзии Начала двадцатого века Вот это эскиз Рисунок Сделанный Поэтом Сергеем Городецким На котором Изображена Профиль Узнаваемый Кто? Ахматова Конечно А вот второй человек Это Михаил Лозинский И И дальше Ну вот Многие произведения Вошедшие в такой Мировой канон На русском языке Звучат Благодаря Лозинскому Он переводил Шекспира Не очень хорошее качество Гамлет В частности Это трагическая история О Гамлете Принце Датском Школьная классика Обратите внимание На серию Школьная серия Классиков И сейчас он переиздается Вот Параллельный текст На английском Это Шекспир На русском Это Шекспир В переводе Лозинского Есть Номенитый перевод Бориса Пастернанка Но там больше от Пастернанка Чем от Шекспира И поэтому Когда Нужно читать Параллельно Совершенно правильно То лучше Пользоваться переводами Лозинского Но Он перевел Там-то Всего Стихами Торцинами Это исключительно Тяжелый труд Исключительно Точно Он перевел Вот книга Корне и Мольер И тот и другой Сид и Тортьюф Главная комедия Мольера И тот и другой Переведенный Лозинским А также Благодаря Лозинскому У нас существует Лопе де Вега Стихотворные Тексты Сервантес И многие Многие другие Он свободно Владел этими Языками И свободно Ими К сожалению Я не нашел Не нашел Портрета Его дочери Наталья Лозинская Вот она Стала Женой Женой Никиты Долстого И вот Результат Результатом Стало Рождение Многих Замечательных Детей И Семья Для меня Всегда была Исключительно Важной Важной Частью мира Пожалуй Более важной Чем весь окружающий мир Что это было как-то тяжело Я совершенно не могу сказать Потому что У нас была Какая-то исключительная семья В которой Было Куча народу Все друг друга любили И Атмосфера была Какая-то Во всех отношениях Прекрасная Конечно Все кричали Ссорились Кричал в основном Отец Потому что он вообще был Человеком Взрывным Импульсивным Мама никогда Ни на кого не кричала Ни на кошку Ни на собаку Ни на детей И именно За счет такого Невероятного Контраста Когда отец был Спыльчивый А мать была Абсолютно такая Икона С улыбкой За счет этого Семья Как бы и Существовала Счастлива И прекрасна Они обожали друг друга И они прожили Почти 60 лет вместе То есть 59 лет Мы собирались праздновать Их вот Бальянкову Но к сожалению Отец Умер за Полгода До того Ну почти так Вот Короче У нас была семья такая Она состояла из семи детей Вот родителей Семеро детей Няня Которая жила с нами Тоже с того момента Как мама родилась Потом Потом Всегда Ну Понятно Собака Член семьи Потом Всегда Это Полон дом народу То есть Мы никогда Не было Ситуации Когда Уже 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 Выходили замуж Женились На этом На этом нашем Небосводе Они Естественно Были Частью Семьи Они 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 Были Одновременно И Скорее Частью Этой семьи Нежели Какие-то Вот Иконы На которые Можно было бы молиться У нас была очень Хорошая Демократичная семья Никогда Никто из себя Ничего не пыжил Поэтому Я В этом Демократическом Духе И воспитана Единственное Причем Отец Преклонился Это Человеческими Талантами Вообще Он Научил Этому Всех детей Если он Видел Что кто-то Не важно В литературе Искусстве Науке Которой Он занимался Талантом Если человек Что-то достиг Что-то изобрел Все что угодно Сделал какое-то открытие Написал что-то Вот перевел Как мой Дед Лазицкий То отец Говорил об этом С восторгом И со слезами на глазах Он любил талант в человеке И Приучил нас к тому Что только это Что-то значит Отец гордился И Открыто мне Это говорил Я у него была любимая дочь Так вот просто вышла Что У него Он никогда Не приглашал в дом Так называемых Нужников То есть нужных гостей А всегда только друзей И вот когда Были праздники То Я помню в детстве Накрывались огромные столы И приходили Огромные компании Бабиных друзей Приятелей И Потом Это становилось меньше Потому что Нас становилось больше За стол мы Не помещались Но вот друзья Для него тоже были Чем-то священным И В детстве Он Хулиганил В свои 14 лет Они Дожили До Его Кончины И некоторые Пережили его А часть конечно погибла На войне Фотографии Вот По детству Друзей Они всегда стояли У нас Выставлены были Вот так Чтобы Не бросались в глаза А мимо них ты Всегда проходишь Вот такой вот Ну и значит Помимо городской Квартиры Которая все-таки Все это количество Ну размещалось Но с трудом Еще у нас была Дача Я про это писал Вообще люблю писать Мемуары Видимо старее уже Начинаю вспоминать Обостряется Память о Прошедшем О Вчерашний день Как бы краснется И вот на этой даче Там вообще Был Вавилон Потому что Туда приезжали Дальние родственники Туда приезжали Старушки Которых родители Кормили И так сказать Выхаживали летом Все эти старушки В городе жили В чудовищных Как сказать Квартирах Чудовищных Коммуналках Таких Одна жила Седьмой этаж Без лифта Другая жила В комнате Три квадратных метра Три Потому что Ее квартира была Разбомблена Во время войны Ей отдали двор Это еще была комната В коммунальной квартире Поэтому там была Только кровать И значит Она с этой кровати Спускала ноги На каком-то крошечном столике Зачем Поэтому Чтобы эти люди Могли дышать Они все приглашались К нам на дачу И там размещались Поэтому у нас Просто была Действительно Вагалонская башня Ну это было мало И отец еще привозил Семью своего аспиранта С женой И с маленьким ребенком Потому что Это моя вина Я не сказал Что отец Физик Крупный физик Профессор Ленинградского Томатеринбургского Университета Извините Да Он был физик Но он был больше чем физик Потому что Он был Очень гуманитарно Одарен И всю гуманитарную часть Домашнее образование Мы получили в общем От него Благодаря ему Вот физики он Меня научить Например не смог Я была совершенно бездарна В этом отношении И брат мой стал физиком Но Всех остальных Он тащил На физику Но они все Уходили И занимались Другими вещами У них очень мало кто В нашей семье Сделал в своей профессии Свой первоначальный Университетский выбор Все пошли в университет Но все Они захотели другого Вот Включая меня Я не смогла учиться В университете Докончила его Ну в общем С некоторым отвращением Потому что Меня Надо было учить Чужое что-то А у меня Распирало свое Но что Я не знал И в этом смысле Мне очень понятен Рассказ Который Алексей Николаевич Солстой Рассказывал моему отцу Алексей Николаевич Учился На самом деле В технологическом Институте Вот такой Замечательный Институт Он до сих пор существует В Петербурге Уж не знаю Каков его нынешний уровень Но Тогда Это был Как бы До революции Это было замечательно Учитель Вот И Алексей Николаевич Поступил туда И И Там Что-то Набрался Каких-то Средний Потому что Например Его Очень слабые Научные знания Вот Отражены В романе Кипербалоиды Инженера Гарина Он Странным образом Предсказал Изобретение Лазера И Ну Вы видите Постройку Космического корабля Тоже к науке Не имеющей Отношения Не имеющей Так вот Он Не закончил Типломатический институт Потому что Он Не был в состоянии Дослушать то Что ему говорят На лекции Происходило следующее По его словам Передача моего отца Вот Лектор уходит в доске Чертит там Какие-то формулы И говорит Представим себе тело Сигарообразной формы Все Алексей Николаевич Уже Пал в транс Он представляет себе Сигару Душистую Хорошо Завернутую Плотно Упакованную Уже он видит Золотые щипчики Которые он Отрежет Кончик этой сигары Вот уже Перед ним Появляется Ханьяк Прекрасного Вот Уже он Зажигает сигару И уже Идет этот Дымок Прекрасный Уже выпускника Какое-то чувство А лекция Понеслась дальше И что Они представили себе Эту схему Это понять нельзя Вот То есть Человек Немедленно Переключался На фантазии А сухой Сухой Сухая формула Его не устраивала Он просто не мог ее воспринимать Это сухомят Это что называется Вот со мной Происходило то же самое Я не могла учиться в университете Я училась на Отделении классической филологии Древние языки Латинский Греческий Но Как только я отвоила Небольшое количество Фраз Грамматики Как все Я провалилась в этот мир Я не могла дальше усваивать Совсем Я начинала видеть То что там происходило У меня Провалились В этот мир В частности Гюлию Цезарю Что читали Что и проваливалось Ксенофонд Анапасис Например Когда они жили там Через Малайзию Что-то там Какой-то поход был большой Поэтому называется Анапасис Цезарь Конечно Когда мы читали Про завоевание Кази И все прочее Что читали Туда и проваливалось Вот А так жить нельзя Так нельзя Ни жить Ни учиться И в общем Кое-как где До конца Университета До Пола Ну вот Значит Помимо Тех Моих родственников Которые было упомянули Еще были кучи Каких-то пишущих людей Там В частности Обе правамушки Были романистами Они писали Какие-то Вещи Одна была Вполне себе Знаменитая Мать Наталья Васильевна В то время Она была знаменитая Я читала ничего особенного Но тогда Я это читала Очень здорово Очень здорово Вот Она была красавица Невероятная Судя по фотографиям И Она была Первой Женщиной в Европе Спустившуюся в шахту Где-то В Донбассе Она вступила в шахту Спустилась Час там пробыла И написала рассказ Только Час Так назывался Ну Переведем Это был на все языки В общем Такой был фурор Дауна в шахте А, спасибо Я воспользуюсь Перерывом пока Глотком воды И задам вопрос Который Напрашивается, конечно И так Татьяна Никитична С трудом Как-то вот Отучилась По ее словам На классическом отделении Ленинградского университета Стала работать И в какой-то момент Она Стала писать Ведь вы В детстве Наверное не писали Вдруг Вы стали писать И очень быстро Превратились В профессионального А потом знаменитого Писателя Вот как это произошло Можно это вспомнить? Я работала в издательстве И так собиралась Там более-менее И работать Это была не очень интересная работа Но вокруг Были очень милые люди Мне это было вполне достаточно Издательство Было Так называемое Восточное издательство Они издавали Восточную литературу В переводе Изначально я туда попала Потому что Были планы У этого издательства Издавали античную литературу И значит Предполагалось, что я Как редактор Там могу быть Как-то полезно Но слава богу Без этого ничего не вышло Я не могла бы это Вот И Так все Время шло А я была очень Близорукая И мне Хотелось Очков не носить Во-первых, это Очень неудобно Ходить в очках А потом, конечно Тщеславие Как это вот Я буду в очках Когда можно без них И В это время Федоров Наш знаменитый Глазной хирург Святослав Федоров Разработал Операцию на глазах Сейчас все это Делается очень просто А тогда это делалось Непросто Непросто было попасть На прием Непросто было Добиться, чтобы я Сделала операцию И Сама операция проходила Болезненно То есть Сама операция была Безболезненная Но Дальнейшее было Крайне неприятно Очень Исключительно болели глаза И вот я сделала Эту операцию На одном глазу Через неделю на другом Тут у меня заболели Оба глаза так Что я просто Вылаз И в течении Трех месяцев Я Практически Эти глаза открыть не могла Очень больно Любой след Тебе Режет Как будто Тебе просто Тебе Бьют в глаз Ты ничего не можешь читать Ты же Абсолютно Исключено И в течении Трех месяцев Ровно Я Жила В комнате С задернутыми Черными занавесками И в черных очках В общем Полностью была решена Любая информация Поступавшая Через глаза Поступающая Через глаза А я Всегда очень много читала И для меня Оказывается без чтения В течение тех Тех месяцев Было очень Очень странным Экспериментом Слушание радио Мне никак не помогало Ну музыку Разве что Но тексты Заносившиеся из радио Что невозможно В 83-й год И вот И вот Когда Проходит Три месяца То Почти в один день В три дня Раз Два Три Глаза окончательно Заживают И резко Все меняется И вдруг Начинаешь все прекрасно видеть Это происходит Действительно Практически мгновенно И К этому моменту Когда Я стала уже Мочь Глядеть на белый свет Снимала Черные очки И уже свет лампы Меня не раздражал Вдруг У меня внутри В голове Открылся Это Представит Другой мир Я Я Я тут Я не знаю даже Как это описать Мне стало понятно Как описать то Что я Помню Мне стало понятно Как из того Что Я помню Выстраивать сюжет Это же разные вещи Одно дело Иметь такое Текучее воспоминание О чем-то А другое Увидеть в этом воспоминании Сюжет И извлечь его Как врач Если угодно Извлекает нерв из зуба Вы до этого не знали Что там есть нерв Раз и Нерв в его руках Вот этот Извлечь нерв Из воспоминания Вдруг мне стало понятно Как это делать Как будто У меня Руки в инструменты Превратились И Я Я не писала Ни с какими черновиками Я писала От первой до последней строчки Вот как оно есть Как вы можете прочесть Мои книжки У меня У меня процесс Не только возник Вот Умение Это делать Но Как-то и сомнения Отводились Я знала Как это нужно Это было Очень Странное Чувство До того Мне было вообще-то 32 года То есть я совсем была Не девочка До того Ну Мы просто Дома писали Домашние стихи на дни рождения Не считает Это все у меня идет А Здесь Мне стало понятно Все про про Вот просто Все стало Понятно Это Именно было Связано с тем Я полагаю Что Я находилась в состоянии Вынужденной медитации Потому что Собственно Смысл всякой медитации В том Чтобы ты Выкинул Мусор из головы Информационный мусор Чтобы через свою голову Через твое сознание Не проходила Вся эта шелуха Чтобы ты Не забивал Свои мысли Вообще Никакими Средними А я Три месяца Прожила без сведений И то Что Это связано Вот именно С медитацией С вынужденным сидением В заперти Это Подтверждается Тем фактом Что я Через несколько лет Пару лет Прошла В газете Заметку Про какого-то Математика Который Был человек Учитель математики Ну Преподавал Потом Вдруг В нем Открылась Способность Считать в уме Невероятно Большие числа И он из этого Сделал себе профессию Фокусник Он стал зарабатывать Ему задавали задачки И он В голове считал Корни Извлекал квадратные Из каких-то Невероятных чисел И вот с ним Маленькое интервью Я спрашиваю Как вы обнаружили в себе Эта способность И вдруг Я вижу Он Говорит Мои словами Вот Было дело Я сделал себе Операцию Боже мой Я поняла Что действительно Это возможно Это действительно возможно Если Вот такой товарищ У меня где-то Более Ну и И Вовсе И пишу А дальше А дальше Поскольку я человек Очень критический К себе И отношусь С Если я знаю Как надо делать Это не значит Я могу это сделать Я просто знаю Я просто это знаю Но для того чтобы Материал Дед и так далее Пришел в голову Непонятно как это извлекать Да? Придет и я его отредактирую Но Как сделать Приходил И другой разговор Это уже Относится Наверное Ну К вещам Неясно Самому человеку Вот И Медленно Раскручивалась Я писала Очень медленно Один рассказ Я помню Я писала Год Хотя он занимает Наверное 15 На пишущей машинке Мы тогда на пишущей машинке работали Но Это было очень полезно То что рассказ Не писался Было страшно полезно Я написала Какое-то количество рассказов А На очередном рассказе Я знала что я хочу сделать Но Что-то у меня не получалось Не получалось Не получалось Вдруг я поняла почему Не получается Потому что это в рассказ не вмещается Значит надо писать роман И тогда я Стала пробовать писать роман Это заняло мне 14 лет И написала роман Вот замечательно Вы как бы Наводите на естественный вопрос Насколько я понимаю Ваши Ну в частности ранние рассказы Ну наверное не все Но в значительной степени Связаны с каким-то биографическим материалом Это правда? Ранние? Да Нет Я бы не сказала Ну Ну там есть какое-то биографическое зерно Нет Это фикшн Понятно Нет Я не говорю Они растут из услышанной Франции Нет Вот Какой будет ваш вопрос Я тогда отвечу Ага Договорите Нет нет Ну Каким-то образом Эти тексты связаны Вроде бы с каким-то личным опытом Детским опытом Опытом взрослеющего человека А вот и вдруг появляется роман Да И это определяло во многом их поэтику, структуру, тональность Вдруг появляется роман совершенно не похожий на то, что писалось до этого Значит нельзя сказать, что ваша малая проза трансформировалась в большую форму Это был какой-то вот такой очень ощутимый для многих неожиданный поворот Вот нельзя немножко подробнее о самом романе Его рождении, создании, почему 14 лет и так далее Спасибо Ну, наверное, потому что Роман Кысь имеется в виду Да Который имел шумный успех И, собственно говоря, он, кажется, стимулирует получение премии «Триумф» тогда, да? Ну, наверное, да Наверное Ну, наверное Вот я вижу задачу Я знаю, что я хочу сказать В общем и целом Она исключительно туманная Мне непонятно, как она родится Какую форму она родится Мне понятно, что это текст, относящийся к жанру романа То есть, как минимум длинный, структурированный, со сценами Одну страну закончили Приходим к другой Материал, из которого этот роман состоит Ну, как представить себе такую стену с полками, с ячейками Значит, часть этих ячейок должна быть заполнена Я вижу эту стену с ячейками Не все должны быть заполнены Но значимые части должны быть заполнены Значит, мне нужно укладывать материал в эти ячейки И соединять эти ячейки каким-то образом между собой Там должны быть необходимые базовые вещи Относящиеся к... в сюжетном смысле Относящиеся к очень базовым вещам Смерть, любовь, предательство, самообман Вот эти вот все вещи Ну и другие также Их надо собрать И определенным образом разложить Что-то из них слишком большое Его надо уменьшить Чего-то недостаточно Его надо раздуть Это одна структура Вторая надо, исходя из... Исходя из, так сказать, задачи романа Описать некое общество Отечавшее Которое живет через 200-300 лет Я выбирала После какой-то катастрофы Гуманитарная катастрофа Технологическая, катастрофная и так далее Значит, на каком они будут разговаривать языке Надо было придумать этот язык Язык должен быть контрастный То есть люди, сохранившиеся от прошлого Должны разговаривать Потому что детство ярко варен Какой-то среднекородской московский обычный язык Язык образованных людей, скажем Ну, не только Там есть и необразованные То есть это мои современники Вот сейчас, которые Начинал писать в конце 80-х Значит, вот эти люди, говорящие на языке В конце 80-х годов И новые люди Одечавшие Давно были разговаривать на русском языке Но Каком? На другом Он должен сильно контрастировать с городской речью Ну и, значит, надо было этот язык искать и конструировать У меня было несколько источников Во-первых, Таль Сколько там можно было накопать разного Там замечательные есть Помимо словечек Это маленький комментарий Это автор словаря живого великорусского языка Таль фамилия его Значит, там есть пословица-поговорки Которые Которые приводят в качестве примеров И которые изданы отдельно Как пословица-поговорки русского народа Замечательные Совершенно Замечательные Это Ну, он собирал Первые, скажем Третьи Девятнадцатого века Объезжал Всевозможные районы Российский Слышал самые разные Интереснейшие, значит Соображения и поговорки И Он собирал в народе Он собирал в невыобразованном обществе Поэтому Нужная степень дикости, скажем Вот Я от него Получила Там, например, у него чудесная поговорка Явно Произносимая В ответ на попреку Что-то такое грязное Ответ Живет медведь и не умывшись Вот такое Гордость такая Живет медведь и не умывшись Давай сюда В копилку Вот Это первое Второй, значит Источник был Это Переписка Ивана Грозного с Корбским И его Какие-то, значит Ответственно вообще Письма Записи Все прочее Ивана Грозного Читать В оригинале Потому что это Очень Ну и язык шестнадцатого века Много Не поймешь Все-таки Язык сильно очень изменился Особенно глагольной формы Поэтому Я Достала Вот Это Он, конечно Зачем А когда Попробуй 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 Ею Как-то Воспользоваться И Ну Ну В общем Опираться на На Ситексис Который Основан Не на Сложно Подчиненных Не на Сложно Подчиненных Предложениях А Я не знаю Как это описать Но Из одного центра Идут разные Несвязанные Между собой Фразы Но Они держатся На каком-то Одном центре А он То-то-то А она То-то-то А я То-то-то И Нет причинно-следственной связи Синтаксически Это не выражено Вот это вот Надо было этому научиться Делать Ну и плюс Десяток Меньше Неологизмов Придуманных Там-сям Разбросать Для того чтобы Придать этому Какое-то Даже быть неологизмом Ну еще что-то А ну и формы Которые Глагольные формы Которые Я слышала От моей няни В детстве А няня была Из Луги Луга это уже Ну Это недалеко Лейнград Но все равно Это в сторону Белоруссии Там Псков Белоруссия Там четко другие Формы Сохранились Там только заповедник Достаточно дикий Был Языковой Эти формы Типа Ушотцы Вместо ушел Соврамши Вместо соврал Выпивши Вместо выпил То-есть Он выпивши Значит он Пьян Он выпил И сейчас Вот он Находится В пьяном состоянии И Когда я стала об этом думать Няне не было уже много десятков лет Когда я об этом думала Мне Это очень Поразило Затем числом Вот это Мысль Няня Еще у нас была Кухарка И Кухарка она была Я не знаю в другой области Но тоже примерно из тех мест Мне кажется Няня и Кухарка Они жили в высоко образованной нашей семье Высоко образованной Люди говорили Странных языках у нас была Учительница английского Учительница французского Они приходили Менялись Учительница русского У нас была Которая За то что летом Мы предоставляли ей возможность Жить на даче Она считала своим долгом Учить русскому языку Я очень многим обязана И Сальто родители Прямо скажем Люди с высоко культурной речью И Речь Няня и Кухарка Не смешивалась То есть Рядом Совершенно спокойно Существовали Два языка Две ментальности Два языка Два разных подхода Два Они были Двумя мифологическими существами Вот Няня и Кухарка Двумя мифологическими существами Которые Все время производили Какие-то мифы То есть Мифа поясис Вот этот процесс Произведения мифов Вот он у меня на глазах Прямо происходил То есть Они были носители Какого-то Ядерного Вот этого чипа Который все время Все время излучал 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 Мы-то не излучали По сути дела Мы образованные люди Этого мы не излучали Мы не производили Языка Мы жили Старым огромным багажом Великолепными вот этими Запасами литературы Которые И в голове У нас были И на полках стояли И так сказать И были переведены С западных языков И все это находилось В таком огромном Культурном обороте Но мы ничего Вот такого Удивительного Фантастического И сказочного Не производили А эти две Производили Вот пример Я помню В детстве Это был Карибский кризис И значит Про Карибский кризис Все знают Кубинский кризис В американской традиции Окей Вот И значит Вот На Кубе Произошла революция И теперь Куба Находится Вне зоны Доступности Для американцев Американцы Кубу Потеряли И вот сидят Няня Слабообразованная И кухарская По-моему вообще Не образованная Страшно довольная И тем Что какая-то Неизвестная им Куба Вряд ли они себе Представляют Что такое Куба Где она находится Но вот она Как бы Не далась Американцам Как знаете Колобок Вот ушел От лесы И не дался И они страшно довольны Им уже сказали Что Америка враг Это был еще иной Период Когда Америка была врагом Страшно они довольны И вот они сидят И бьют чай Пьют чай При этом Они пьют чай с сахаром А тогда Были такие Продажи Сахарные головы Вот такого Примерно Размера Не вот такого Размера Пирамидки И подавались Щипчики Очень острые И вот От этой пирамидки Щипчиками Откалывали Такие пласты Дико Прессованный сахар И Люди Ну Народ И люди Победней Они Экономили Они не растворяли Этот сахар в чае Они Брали в рот Кусочек сахара И пили Чай Сквозь него То есть чай все время был слабкий Он проходил через эти кусочки сахара И А что они топили Вот если сахар сохранился Откладывали на блюдечко И ставили чашку в шкаф До следующего раза Они были экономны Так вот Няня и кухарка Обсуждают Я вхожу на кухню Мне было не знаю 8 лет Я вхожу на кухню Они обсуждают Карийские крители Смеются над американцами И одна и другая говорит Наседятся теперь с пустым чаем Логика То есть Куба Производитель сахарного тростника Теперь у американцев Не будет сахарного тростника Будут сидеть и пить чай без сахара Вот так Вот так рассказывали И вот эти люди Они все время производили Как фантастические сказки Такого рода Это было поразительно Это было поразительно Татьяна Никитична Просто можно слушать До бесконечности Правда? И с удивлением Я вижу У меня было много еще Несколько вопросов заготовлено Но они наверное Перейдут на следующую встречу А сейчас у нас Ставится несколько минут И наши дорогие студенты Гости И даже преподаватели Могут задать ей несколько вопросов Пожалуйста Как всегда Студентам приоритет И аспирантам конечно тоже Вопросы любые Вопросы любые Имеющие отношение к творчеству Жизни Смерти Если Ни у кого вопросов нет Да? Все боятся Да? Пожалуйста Мне интересно Как вы решили Стать ведущей На программе Вашей школы Вашей школы Вообще наверное Это наш следующий Ну давайте Сейчас обсудим Идея Принадлежит Юрию Магамолову Телекритику Скорее Ему пришло в голову Что вот Надо бы сделать Такую программу Это был 2001 год В тот момент Надо сделать Такую программу В которой Две ведущие Были бы Какие-нибудь Я разместил уже фон Подходящий Татьяне почему Да Кого это мы терзаем? Неизвестного Видимо Похоже на Волочков Волочков Это Волочков Наша любимая Вот Значит Двое Двое ведущих Допрашивают Расспрашивают Какого-то одного Гостя Вот Сначала У него были Конечно Некоторые идеи Что вот Эта программа О том Как снимаются Социальные маски О том Что вот Люди У них Ну они Предстают В обществе Какими-то Одними людьми А вот На самом деле В частной жизни Они совсем другие Вот хорошо бы эти маски С них как бы сняли Потому что Ориентировались Он ориентировался В своих планах На политиков Тогда политика Очень бурно Значит Присутствовала В нашей жизни И так далее Но очень-очень быстро Начали мы Но очень-очень быстро Значит Политика стала Исчезать Про нее невозможно было Говорить Политики не шли А нам они разрешали Приглашать политиков И самое главное Что начальство Телевизиона Дико боялось Вот в этих разговорах Когда Речь шла о политике Просто до непристойности Боялось Даже вегетарианские времена Они как бы заранее знали Чего нельзя Вот Поэтому эта программа Довольно быстро Отошла Ну через пару лет Она отошла От первоначальных планов Вот И она просто превратилась В Такую серию интервью С разными людьми От школы Злословия Как таковой Значит Ну собственно Мы не специально Злословили Но мы Позволяли себе Оставляли себе Место для злословия Это же Гесса Шеридана School for Scandal Так что Кстати В переводе моего Деда Лосинского Так что у меня В таком-то смысле Даже если кто-нибудь У меня стал бы отбирать Авторские права На программу Шериданского Злословия Чего-то лысого У меня бы их отобрать Я наследница Вот И Мы просто Позволяли себе В реальный случай Много больше Чем разрешается Вот Такого рода Интервьюером Иногда Приглашали Заведомых Негодяев С тем Чтобы Значит Оттоптаться На этих негодяях Обычно Это невозможно А здесь Все объявлено Школа Злослая Приходи Оскорбим Меня очень вдохновляло Взаглял тот факт Что когда я приехала в Америку В Восемьдесят Восьмом году В Первый раз В первый раз Но Я не сразу Нет То о чем я хочу сказать Я увидела в девяностом Когда мы уже жили Там В Солзимов Какую-то газету нам Бросали Как всегда На лужах Едут и бросают Городскую газету Ну или мы смотрели Что пишут Вообще пытались понять Американскую жизнь Это Я ему не забыл И в поле Злослая Это тоже Приследовало Следовало Тому же принципу Оскорбим его За три доллара Спасибо Еще вопрос Пожалуйста Да, пожалуйста Сейчас мы читаем Ваш роман Кис Ларокинс И я читаю В временале И в тревоге О том же В общем Мне кажется Что Это Энергия Энергия Которая Вы Хотели Использовать Теряйца В переводе Вы Вообще Довольны Вашими Переводчиками И Вы Участливаете О том Как Качество Переводов Может быть Как Вовляет На Вашу Вашу Большое спасибо за вопрос Что касается Моей переводчицы Которая переводила Одну из моих Книг-рассказов И Романка Джейми Гамбрелл Я ей очень довольна Она Очень хороший переводчик И она Очень хорошо понимает В проблемах Перевода В данном случае Проблема Этого романа В том Что его вообще Перевести нельзя Значит Его можно только Адаптировать К какой-то Реальности Которая Может быть Будет понятно Читающей аудитории Так Например Его в принципе Если бы Издательства соглашались Если были бы Для этого деньги Чего не бывает Его в принципе Для американцев Надо было переводить Иначе Чем для англичан Потому что Существуют Разные реалии Разные языки Например Ну Скажем В английском Есть гораздо Больший разрыв Между языком Культурным И языком Кокни И также Другими Досконечными Диалектами А в американском Английском Этого нет А если ты попробуешь Делать региональные Какие-то вещи Ну это будет смешно Понимаете Мы получим Техасский акцент Откуда он здесь делся Вообще Всегда Когда Ты переводишь Скажем Вот эти вот Языковые Когда у тебя имеется Языковая разница В уровне В уровне Языков В диалектах Внутри одного Текста То совершенно Непонятно Как это Пересоздавать На другом языке Бывает хуже Ситуация Английский язык Ну смог От пережить Французский У меня был переводчик Очень хороший Который Он сам был Поляк Ну он был Франкофонный Поляк Он Поляки Во многом Похоже на русских И Какие то вещи Он очень хорошо Понимал Про русскую жизнь И все По русскому Он прекрасно Он Понимал Что На французский Язык И хуже того На французскую Культуру Вообще Здесь ничего Перевести нельзя Он Приводил мне Пример Вот лес Лес и лес Во франции Нет леса Никакого Ла Форей Это будет Ну Парк Ничего там такого Не будет Нет леса Для них По французскому Представлению Это третья вещь Невозможно Этот мир Воссоздать Француз Ну никак не увидит Того Что я сделал Он придумал Очень ловкий ход Он стал Он весь роман Переводил языком Морабле То есть Он его Отодвинул В прошлое На несколько сотен лет И тогда Стали возможны Грубости Какие то Преувеличения Несуразицы И Народ стал Ну Участники Персонажи Текста Они стали Гораздо грубее Страннее И Я читала Мне трудно было Я французский Так вообще Ну Читаю Но Здесь Когда я читала Этот перевод Я поняла его Потому что Я знала Свой русский текст А так Это был Какой то Старо французский язык Но ощущение Грубости Он передал Очень хорошо Современный французский Я этого не передавал По немецки Я немецкого Совсем не знаю Но мне говорили Что хороший Перевод А Еще его перевели На японский И я ничего Не знаю Об этом Мне Мне Женщина Вот Японка Которая Какой то Писала Писала Какую то Статью Или Маленький доклад Я была Красной Японии Про этот роман Я говорила Как мы перевели Пиво Кысь Все по-разному переводят Как могут Она говорит Мы выбрали Очень страшное слово Очень страшное Какое Мя Вот Там Страшно Что касается Перевода Слинк Слова такого нет Естественно Очень удачно Это протяно Потому что Это как бы Благол И существительное Слова Кызи тоже нет В русском языке Нет Кызи Оно на что-то похоже Но на него нет Так и Слинкс Похоже Но нет А по-французски Просто Перевели Забрали Это слово Ну Слэнкс То, что Изобрела Джимми Гамбрел Существует Переводим Французский И С Джимми Как раз Мы проверяли Обзарцем Там Некоторые вещи Которые переводить Совсем-совсем Невозможно Значит Задача Как бы сказать Задача Взять то впечатление Что производит Этот отрывок Вот Прочертить Основу Какое впечатление Производит Жалобное Лирическое Смешное Грустное Там Трагическое Вот это самое главное И перевести Так Чтобы оно Сохранилось Чтобы он Передать Именно Вот это настроение Вот А не слово Завстрого Не обязательно Завстрого Это иногда просто невозможно Да и не нужно У меня всегда интересовали Проблемы перевода Я должна сказать И В частности Есть такая Змечательная книга Корнея Чуковского Который был у нас И критик И литературовед И детский писатель Высокое искусство Это о переводе Я читала ее С детства Много раз Мне очень понравилась Именно Проблема Перевода Очень ярко И красиво Об этом пишет Скажем Вот Восточная поэзия Ну От Персидской До Какой-нибудь там Казахской Красавица описывается Красавица всегда Там Вся поэзия Основная традиция Там Новое авторство Вообще не приветствуется Задача автора Восточной поэзии Это Перепеть канон То есть Воспроизвести канон Ну Немножко его Преобразив Вот Всякая Отседятина Всякие Свои выдумки Не поощряются Таковы Восточные И китайские поэзии То же самое Таковы Восточные особенности Вот Так вот В этой вот Там Иранской Персидской Поэзии В частности Красавица Всегда Сравнивается С попугаем Всегда Ну Ведьмог красивый Такой Перстый Вот Она создается попугаем И Любовь Не в сердце А в печени В героя Потому что Печень Орган любит Вот у него У нас там Сердце бьется А у него Печень Так вот Переводить что О драгоценный попугай Ты Разбил мою печень То есть Если ты Буквально переводишь То что там написано Ты обязан Так сделать А если ты Хочешь От этого попугаем Избавиться И сделать Сердце У тебя вообще Ничего не останется То есть Какая Сударанская Поэзия Так Трэш какой Вот Один пример того Как это происходит Спасибо Дадим возможность Еще один вопрос задать Аудитории Итак Последний вопрос Сегодня Но у вас еще будет Возможность Задать много вопросов Во вторник Ну и в другие дни Пожалуйста Еще Один вопрос Пожалуйста Ваше любимое произведение И все что вы сами писали И все что я написала И все что я написала Да Слава Богу ни другого Ни чужое Ну Мне Мне Нравится Несколько Вещей Которые я делала За последние два года Потому что За последние два года я Стала писать иначе Чем Писала Рассказ Рассказ Или маленькую Повесть Или Воспоминания Так Чтобы Абсолютно все Было чисто и правдой Но казалось Неправда Такую я поставила Задачу Мне показалось Это удобно и интересно Сюда относятся Легкие миры Невидимое дело Да собственно Девушка в цвету Это очень маленький Рассказик Но Вот он Сюда же относится И Такая Маленькая Повесть На малом огне Она тоже Входит в Сборник Легкие миры То есть Это В чистом виде Мемуары Все там Написано Ровно Так как оно было И как я это помню Ну Здесь есть разница Я могу помнить неверно Но Я так запомнила Но Я описываю это так Что все думают Все это придумываю Вот Это мне было интересно делать И Эти произведения Пока что Мои любимые Большое спасибо Татьяна Ильичевна Да Вам спасибо